Всем здравствуйте! Сегодня у нас расклад на финансы. Давайте посмотрим, что у нас будет с рублём. Давайте загадаем 3 месяца. У нас сейчас середина практически июля. До середины октября. Как будет вести себя наша валюта? Будут ли какие-то всплески, падения? Что-то какие-то админации, какие-то слухи ходят. Давайте посмотрим, будет ли падать рубль. И вообще, по возможности, что могут показать карты. Что будет с рублём в ближайшие 3 месяца? Давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит с валютой. Сейчас детям помогают. Да, будет какой-то рост, какие-то перспективы. Двойка, нерешительность, приходит в тройку. То есть, они сейчас будут куда-то вкладываться. Как бы идёт по повышающей. Давайте посмотрим, что будет происходить с рублём эти 3 месяца. Ух ты! Так, итог, что мы получим по факту этих 3 месяцев. Посмотрите, сейчас они, шестёрка кубков, да, они сейчас вкладываются у детей. Поддержка семей, детские выплаты сейчас будут вкладываться в дороги, в развитие инфраструктуры, в транспорт, в торговлю. Что-то такое с торговлей связано. Но это торговля с дальними странами. Здесь налаживание связей, контактов, контрактов. Может быть, даже инвестиции пойдут. Вот. Но не очень большие. Но что-то такое развитие идёт. Больше я скажу, что-то направление. Да, пока они вот, вот сейчас именно они выбирают, но уже что-то, какое-то движение есть. Как бы пока идёт развитие с рублём. Что будет эти 3 месяца? Ну, тут у нас смерть легла, отшельник. Но отшельник, если вот я смотрела 3 месяца назад расклад, когда этот рубль грохнулся, да, там именно в первой карте легла, и эта карта дурак, шут. Ну, понятно, это неразумные действия вышестоящих людей. Сейчас они будут подходить уже более грамотно, по отшельнику. Тут они могут даже привлекать специалистов. Но здесь легла смерть. Но после смерти идёт рыцарь Пентакли. Стабильность, безопасность. Тут даже может быть рост, но очень медленный. У нас этот рыцарь самый тормознутый из всех карт. Я хочу уточнить смерть, что они здесь... По смерти-то они могут и доминацию сделать, да. Десятка жезлов. Так, десятка жезлов. Тяжко им, тяжко им, тяжко им удерживать. Рубль. Так, ну, всё равно у нас смерть несёт перемены. И перемены я скажу к лучшему. Да. Не буду я больше уточнять. Нет, здесь нет. У нас десятка говорит о стрессе, об обязательствах. Но тут ещё и страх. Ну, то есть тяжко им. Вот эти перемены им даются очень тяжело. Потому что, скорее всего, финансов не хватает. Но здесь или есть, они подключили реально специалистов, или они у кого-то консультируются, или они сами реально всё обдумали. То есть не так уже спонтанно, да, как они в прошлый раз делали. Да, здесь есть рост. Рост рабочих мест, рост зарплаты. Но всё очень медленно. Так, ну, на смерть ещё одну карту. Сейчас десятка. Ну, тут, конечно, да. Семёрка мечей – это нечестное поведение. Это, знаете, ещё карта говорит об обмане, мошенничестве. То есть они используют простых людей в своих целях. Действуют из-под тяжка. Да, мне хочется ещё одну карту. Смерть мне. Ну, вот, понимаете, здесь карта исполнения желания, но здесь человек один. Ну, вот, какая-то отдельная группа людей, которые действуют, ну, вот опять, в своих интересах. Да, вот, люди надрываются, бедные, еле вытягивают. А эти себе карман мошну набивают. Но по семёрке – это именно обман. Это люди, короче, люди действуют в какой-то ситуации, используя людей всё в своих интересах. А, во-первых, они не задумываются о последствиях, лишь бы им было хорошо. Да, может быть, есть у них какие-то советники, а может быть, просто они действуют именно. Это человек, который идёт своим путём, да. Всё для меня, всё для меня, любимого. Ну, смотрите, здесь, как бы уж совсем крах-то я не увидела, здесь император ложится. Император – это наш солнцеликий, скорее всего. Ну, опять же, император – это стабильность, это безопасность, надёжность. То есть, как бы, ну, не вижу я здесь рублей, да. Вот ограничения у них есть. Вот эти санкции, всё это. Ну, в принципе, так, восьмёрочку. Что это ограничения? Ну, опять луна, видите. Опять какой-то обман. Опять введение в заблуждение. Семёрка иллюзии. Мы вам будем обещать, переобещать. Переобещенные ещё раз переобещать. А вы нам верьте. А мы вот такие красивые все императоры. Ну, во всяком случае, с рублём тут я не вижу ничего такого страшного. Даже какое-то развитие идёт. Чуть-чуть небольшой рост. Тут, может быть, даже повышение зарплаты. Может быть, даже какие-то рабочие места будут открывать. Но опять всё это делается только в своих целях. О людях тут никто ничего не думает. Ну, и опять будут поддерживать артистов, всех этих актрисулек, певцов, певиц. Они-то сейчас живут, конечно, хорошо. Так, тут у нас... Давайте получим совет для нас, да? На что нам нужно обратить внимание? Или... Ну, просто совет для простых людей. Ну, шестёрка жезлов. Карта победителя, успеха. Как говорится, всё в наших руках. Кто будет работать, трудиться, тот получит заслуги. Поэтому я здесь плохого ничего не вижу. Как бы крушений никаких у нас нет. Даже будут какие-то перемены. Будут вкладываться, очевидно, в новые места, в дороги. Детям будут платить, как обещали. Ну, санкции действуют, конечно. Хоть они кичатся, что нам санкции помогают. Нет, они вносят в нашу рубль, в нашу валюту, вообще в экономику, они вносят нестабильность. Они эту ситуацию не контролируют. У них есть иллюзия, что как бы они обойдут всё это. Нет, это очень сильно бьёт по нашей экономике. Поэтому, ну, император. Это стабильность, порядок. Это всё по правилам, по закону. Ну, и как бы карта говорит, что все материальные вопросы, они будут решать. Вот такой у нас получился расклад на рубль. Я благодарю вас за просмотр. Удачи вам. До свидания. Здравствуйте всем. У нас ещё один расклад на валюту. Давайте теперь посмотрим, что у нас будет с долларом. Ну, опять мы смотрим три месяца. Не будем большие загадывать сроки. Год, два. Давайте посмотрим до середины октября. Что будет происходить с долларом? Вообще можно на него полагаться. Потому что там в Америке... Так, сейчас посмотрим, что у нас королева мечей. Сейчас я её пока отложу. Так, вам, наверное, не видно. Так, давайте посмотрим, что в ближайшие три месяца будет происходить с американской валютой. Не будет ли там никаких... Я не помню, когда у них выборы. По-моему, в ноябре. Ну, давайте всё равно посмотрим до октября. Потом ещё сделаем расклад. Что будет происходить с американским долларом до 15 октября, плюс-минус там, в ближайшие три месяца? Какие у него перспективы? Что у них сейчас с валютой? Ух ты! Башня. Да. Так, ну, башни-то не будет. Они это, как говорится, решат этот вопрос, воспользуются какими-то деньгами, скрытыми, скорее всего. Так, ну, ладно, давайте сейчас. Так, это же сейчас, да? Так. Что будет происходить эти три месяца? Колесо фортуны. Так, и что мы получим по итогу до середины октября? Нет, вы знаете, здесь всё стабильно. Во-первых, очень много финансов. Тут у нас и колесо фортуны, и влюблённые. То есть они будут что-то там решать, выбор. Может быть, куда-то вложиться, что-то такое поменять. Ну, императрица. Да, им тяжело удерживать в тех рамках, каких он есть. Но башня, говорит, может быть, это перемены, потому что ложатся потом хорошие карты. Здесь какая-то помощь. Тут вложения. Очень выгодные, умные именно вложения. Вот королева мечей у нас, это, если смотреть с позиции стороны, то это правильные, разумные, без эмоционального решения. Но жёсткие. Жёсткие, решительные действия. Здесь у них колесо фортуны, это рост, развитие. Да, может быть, не такое большое, как хотелось бы, но... Тройка Пентакли, это вкладывание в малый бизнес, в торговлю. Да, сложно. Десятка жезлов. Карта говорит, что кто-то, может быть, мешает. Ну, здесь императрица ложится. Здесь рост, процветание. Нет, я ничего не вижу плохого с долларами. Ну, во всяком случае, до 15 октября. Так, один совет. Стоит ли вкладываться в американскую валюту? Да, восьмёрка жезлов. Вкладывайте, доллар будет расти. Такой у нас небольшой расклад получился на доллар. Я благодарю вас за просмотр. Удачи вам. До свидания.